Дорогой Сашочек, сегодня твоя жена закутила и только что вернулась из гостей. Отправились мы к ним в седьмом часу вечера. Дорога отличная, так что прокатились превосходно. А по пути я сделала прелестный букетик, который всем там очень понравился. А у нас с вами на дворе сегодня лето и осень 1889 года. Возвращаемся в позапрошлое столетие. Еще утро, не скоро, не скоро. Ночь из тихих лесов не ушла. Под навесами сонного бора. Предрассветная, теплая мгла. Итак, мы с вами сегодня читаем письма, написанные в августе и в сентябре 1889 года. Автором всех этих писем была дочь присяжного поверенного Самарского окружного суда Карла Карловича Пазерна Зинаида Карловна. Письма писались ею с дачи, а потом из городской квартиры на улице Вознесенской. Писались мужу, Александру Смирнову, находившемуся в военном лагере под Саратовом. Итак, возвращаемся на 130 лет назад. 3 августа. Дорогой Санечек, у нас все, слава богу, благополучно. Все по-прежнему порядку. Сегодня твоя женка проснулась рано и все утро просидела на веранде, шила, а сама вместе с дочкой наблюдала за варкой варенья, которым занималась Феня, внизу управлявшаяся с двумя тазами сразу. Окончив шитье, мы с Маней стали резать яблоки и нанизывать их для сушки. Потом я немного побренчала на рояле, а вечером отправилась к Васильеву на Оржановскую дачу, куда собиралась все лето. Вчера нам привели лошадей, они мне очень нравятся, потому что напоминают мне моего дружочка. Еще вчера я хотел поехать в гости к Тейтель, но, как назло, с утра полил дождь и не переставал потом ни на одну минуту. Да, а за цветочками я слежу сама, сама их поливаю. В саду у нас их целая масса еще прибавилась после твоего отъезда. Еще с утра мы немножко попели с Алешей, а теперь он сидит и готовится к экзамену. А вот еще новость. Говорят, Елизаров женился на Ульяновой, сестре политического преступника. Физиономией она очень похожа на своего страшного супруга. 20 августа. Сегодня я встала довольно поздно, в 10 часов. Убрала кое-что в нашей комнатке, приоделась по-праздничному и отправилась вниз пить чай. Просидевшая за самоваром с семьей довольно долго, мы велели заложить коляску и отправились в церковь. Приехав в церковь, мы уже не застали обедню, а священника не было дома. Его дочь, которая живет тут же с отцом, пригласила нас подождать к себе в квартиру и была с нами в высшей степени любезна. Ах, как тихо и уютно у них. Просто чудо. Нигде не пылинки. Мебель вся прихорошенькая, разная. Особенно красив письменный стол. В комнате очень много картин, но ты, кажется, не любишь их. То есть именно этих-то, так как они очень часто встречаются. Картины эти были приложением к Ниве и к живописному обозрению. После Кристины Молебна мы отправились домой. Я напомню, что у нас с вами на дворе сегодня лето 1889 года. И вместе с автором чужих писем, которые мы сегодня читаем, Зинаидой Карловной-Смирновой, мы живем на родительской даче на берегу Волги. Примерно там, где сегодня находится спуск под улицей лейтенанта Шмидта. Дач Пазерн, как и других когда-то располагавшихся здесь дач, увы, не сохранилась. А жаль, потому что просто взглянув на них, мы могли бы перенестись совершенно в другой мир. 21 августа. Сегодня, после занятий с Маней, я сел поиграть из Руслана. Потом, после завтрака, принялась заварку яблочного и дынного варенья. А там обед. Несколько раз перечитала твое вчерашнее письмецо и взялась за кройку белья, с которым и провозилась до самого вечернего чая. И только сейчас вошла в свою комнату и села писать письмо своему зайке. Все дачи уже опустили. У Орженова никого нет, остались только наши, ну и они сегодня утром переезжают в город. У Бахрева тоже пусто, лялины съехали. Вчера я заходил к ним, все дачи стоят пустые и заколоченные. Но мы переедем отсюда еще не скоро. Во-первых, потому что в этом нет настоятельной необходимости. Дом здесь теплый, а печи хорошие. А во-вторых, потому что в городской квартире будут еще белить, кое-что чистить. А вот еще одно письмо от 23 августа. Сегодня утром уехал в Нижний дядя Паша. Наши ездили провожать его. А я все утро провозилась с мариновкой яблок. Все дачи вокруг опустили. Выйдешь в степь и не узнаешь того, что было всего каких-то две недели назад. Всюду пустота и тишина. Погода, по-моему, стоит прекрасная. Весь день светит солнышко, но в воздухе прохладно. Я очень довольна такой погодой, потому что жара всегда дурно отзывается на моем здоровье. Я сегодня много гуляла в степи. Два раза дошла до Лялиных и обратно. Да еще утром каталась в степь в коляске. Воздух прохладный и дышится так хорошо и приятно. А вот еще одно письмо, написанное 25 августа. Но и здесь, и во всех других случаях, календарь отличается от нашего на две недели. Поэтому нет ничего удивительного в том, что автор письма описывает погоду и заботы дачников. У нас здесь начались такие холода, что просто беда. По всей вероятности, к твоему возвращению мы будем уже в городе. Я нынче варила цукаты из яблок. Кажется, вышло довольно удачно. Если дело пойдет на лад, буду делать их и из других фруктов. Вчера весь день тоже прошел незаметно за укладкой, работой, гулянием. Мы путем в городе еще до обеда. А там буду разбираться и убираться в нашем гнездышке. А мы перенесемся в самый конец лета 1889 года, который автор писем, которые мы сегодня читаем, Зинаида Карловна Смирнова, Пазерн, встречала здесь, на Волжской даче. Но всеми мыслями была уже в Самаре, на городской квартире. Итак, на дворе у нас 28 августа 1889. Сегодня мы последний день на даче. А уже завтра перебираемся в город. Так как послезавтра, как тебе известно, в Самаре будет открытие памятника. Мы хотим пойти на площадь и посмотреть на это торжество. Мама и папа пойдут на эстраду, потому что мама имеет билет как попечительница, а папа как думский гласный. Да, я забыл тебе сказать, что здешние присяжные и их помощники выписали из Москвы от Хлебникова серебряный венок, который они и возложат к памятнику. Папка добыл нам с мамой два билета в суд. Оттуда мы и будем смотреть на открытие памятника. А Сергушка, конечно, пойдет на площадь вместе со всеми гимназистами. Да, еще наши были на торжественном обеде, добавимом по случаю открытия памятника. Обед, правда, говорят, был из рук вон плох. Тоска страшная. Речей никто не говорил, так как на это не дали разрешения, несмотря на многочисленные просьбы. А из высокопоставленных лиц откликнулся один только князь Черногорский Николай. Я потому не послал тебе списка венков, что Самарская газета с этим списком придет в Саратов почти в то же самое время, что и мое письмо. Второе сентября. Вчера день прошел так. До завтрака, как всегда, а там пение, игра, гуляние с мамой, отдых, обед. Теперь мне запрещено отдыхать после обеда, так как это вредно для самой маленькой в семье Зайи, а поэтому я отдыхаю до обеда. Поели мы с папакой и пошли гулять. Гуляли по улицам долго, присаживались время от времени на скамеечке отдыхать. Сидели, между прочим, и у памятника, где все еще постоянная толпа весь день. Пришли домой, попили чаю. Я опять потащила папку бедного гулять, несмотря на накрапывающий дождь. Вчера нам пришлось сидеть целый день в магазине Петрова, благодаря проливному дождю, заставшему нас на Дворянской. А мы с вами читаем письма, написанные больше 130 лет назад из Самары в Саратов. Автором всех этих писем была Зинаида Карловна, урожденная Пазерн, а по мужу Смирнова. А адресатом Александр Александрович Смирнов, будущий самарский нотариус. Вчера днем в Самару прибыли две ваши первые роты. Высаживались с музыкой, а у меня сердечко так и замирало. Мы уже переехали в город, и я целый день гуляю. Погода стоит такая, что я не уходил бы с улицы. Сегодня уезжает Боря Пазерн, поэтому тетя устраивает прощальный ужин. Разумеется, я смеюсь, потому что кроме наших и Лялиных на этом ужине никого не будет. Кстати, у нас в театре идет лес, и как только ты вернешься, мы обязательно с тобой на него сходим. Ясное мое солнышко, прижми покрепче к себе своих заек. Очень мы к тебе соскучились. Да хранит тебя Господь, твоя зайка. Напомню, на дворе у нас с вами сегодня был 1889 год, и вольно определяющийся Александр Смирнов читал эти письма в военных лагерях под Саратовом. Письма, написанные ему, его женой Зинаидой. Впереди у них была не очень долгая, но счастливая и дружная семейная жизнь, о которой мы расскажем вам как-нибудь в другой раз. И пускай не светает подольше, этот медленный путь по лесам, эта ночь не воротится больше, но легко предразлукою нам. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова